Биф Пуш у Ти и Дрейка стал одним из самых ярких событий, конца весны и начала лета этого года. Кажется, мы уже стали забывать, что же такое настоящие бифы с историей, заклятыми соперниками и колкими панчлайнами. Но вот вышел долгожданный сольник от президента лейбла Good Music Дейтона, где нашлось место упоминанию Квентина Миллера, по предположению одного из главных гострайдеров Дризи. И от того, что Ти в очередной раз задел эту тему у Дрейка, что называется, бомбануло. Тот, недолго думая, выложил целый диз и их конфликт вышел на новый уровень. А что было дальше и что самое важное, с чего вообще начинался этот сырбор? Будем разбираться. Хотелось бы обсудить место в рэп-игре этих персонажей, что поможет составить полную картину об этом бифе. Дрейк – это всемирная звезда, один из самых популярных и богатых в сфере хип-хопа. Симпатяга, филантроп, миролюбивый и безобидный. Дрейк – это всемирно признанный хитмейкер. Почти каждый его трек или альбом возглавляет чарты и вызывает огромное обсуждение, будь то танцы в Hotline Blink. А также, Дрейк умело следует трендам, пропуская их через свою харизму. И на выходе, его музло всегда актуально. Что касаемо стрит-кредабилити или доверия улиц, то ситуация неоднозначная. С одной стороны, Дрейк исполняет рэп, у него есть флоу, рифмы, панчи. Но вместе с этим, он может себе позволить выпускать попсу. И от былого лояльного отношения не остается и следа. Он не особо принимал участие в бифах. Если это и было, то складывалось ощущение, будто это все специально. Дабы люди поверили в его тру. Как будто хочет усесться на двух стульях, остаться и в поп-среде котируемым, но при этом, быть уважаемым в рэпе. Однако, с другой стороны, он не может всем отвечать и конфликтовать. Все же, у него огромный охват аудитории, и ему банально это невыгодно. Пуша же, это настоящий хип-хоп. Читает рэп с 92-го года, то есть с 15 лет. И на данный момент, артисту уже 41. Однако, по его голосу, этого совсем не ощущается. У него нет усталости в связках. Он свеж и готов рвать. Взять даже треки с последнего релиза. Его флоу просто пушка. Как будто это 20-летний пацан читает, а не рэпер. С 26-летним стажем. Пуша, это пример целеустремленности. До 2010-го он являлся рэпером второго эшелона. Да, его слушали, пусть и не прямо, широкие массы. Но вот появился Канье и пригрел Терренса у себя на лейбле Good Music. Музыкант начал выпускаться там, после чего закрепился в рэп-сфере, как талантливый рассказчик, с интересной рифмовкой и агрессивной подачей. А также, по словам Пуши, у него имеется драгедельское прошлое. Отчего уважение улиц к нему куда выше, чем у Дрейка? Вообще, 26 лет читать о том, что ты банчил, и каждый раз делать это по-новому, это прям талантище. Пуши на 100% верен своему ментору Канье, за что последний назначил его президентом своего лейбла. Но вот теперь, когда вы освежили в памяти, или вообще только узнали о героях этого конфликта, то можем перейти к его зарождению. А все началось 12 лет назад, и конечно же, пока никакого Дрейка там и близко не было. Но был его наставник Лил Уэйн. Лил Уэйн попал на обложку популярного на то время журнала Vibe, и прикид на нем был от бренда Babe. Группа Clips, членом которой на тот момент являлся Пуша, очень котировала шмотки этой фирмы, и для них это было как личное оскорбление. И так получилось, что ребята решили высказать негодование в одном из треков, где деконструировали образ Картера как артиста. Обвиняя его в том, что он все украл у других. От лирики, восточного побережья, до флоу западного. А его внешность это всего лишь элементы карикатурного рэпера. Об этом они трубили во всех своих интервью, и пытались поднять шумиху. Используя в качестве контр-аргумента фотографию, где он целуется с Бёрдманом. Это приветствие такое, если что. Само собой. На тот момент Лил Уэйн уже был суперзвездой. И как-то отвечать клипсам, у него не было ни малейшего желания. Слишком большой хайп был бы для них. В дальнейшем Пуша и сольно, и в составе группы, не раз подшучивал над визе. Но по-прежнему ответа не получал. И вот спустя 5 лет, до него снизошел Дрейк. И в одной из своих строчек, кинул камень в огород лейбла Good Music. Говоря о том, что его любимые рэперы или пропали, или вовсе не родились. Услышав это, Пуша был несказанно рад, что наконец-то его заметили, и можно вступить в конфронтацию. Террент записывает диск на тот же бит, где заступается за старую школу, и прежде всего, за своих менторов Канья и Хову. Почти через год после того, как они обменялись любезностями, Пуша нанес мощнейший удар по Young Money Records и Cash Money Records, что попали в большой финансовый кризис. Контракт не позволял Уэйну выпускать альбомы без согласования с Бёрдманом. Бёрдман же должен был визе огромной компенсации, около 50 миллионов зелёных. Вследствие этого, почти что отец и сын начали выяснять свои отношения в суде. Отец даже нанимал киллеров и обстреливал автобус Картера. Пуша высмеял эту ситуацию. И Дрэйка в том плане, что его наставники устроили такую Санта-Барбару. В сентябре 2013 года, уже через полтора года, после выпада Пуши, Дрэйк на своём релизе признаётся в верности Лил Уэйну. Он говорит, что стал большим артистом, но главным в этой игре остаётся Уэйн, и с этим лучше не спорить. Далее, Пуша куда-то пропал и редко радовал материалом, а Дрэйк забирался в индустрии всё выше и выше. В 2016, уже после огромного скандала с обнародованием информации о густраке для Дрэйка, Пуша просто не мог не напомнить об этом, обвинив его в том, что он называет себя самым искренним в индустрии. Но как можно быть таковым, если твои тексты написаны другими людьми? И практически весь твой рэп – это бутафория. Однако, Дрэйк не так прост, и его действия были фатальными. Он всё хорошо продумал и попал в яблочко. На прошлогоднем альбоме Дрэйк целый трек посвятил трём главным врагам – Микмилу, Пушу и Киткаде. Пушу он обвинил в том, что его уличное прошлое и драггилерство – всего лишь легенда, чтобы понравиться публике. Тяжелее всего досталась Кадди. Ещё до выхода Дрэка он обвинил Дрэка и своего почти что брата Каньи в том, что они не могут написать текстов без густрайтеров. И тот факт, что бит для Диса Дрэка написал Каньи Уэст чуть не свело Кадди на тот свет. Он был на грани самоубийства, и такой удар в спину сказался на его состояние. Отчего артист угодил в психушку. Занятно, что Пушу вообще нисколько это не задело и остаётся верным. Конфликт вроде бы стих, и всё это время Дрэк получает всевозможные премии, платиновые сертификации. Но вот Мистер Уэст анонсирует на 25 мая альбом от Пуш Дайтона. И конечно же, там нашлось место строчкам про Дрэка. В треке «Инфаркт» идёт упоминание Квентина Миллера, что он написал куплет Дрэку на фете с Микмиллом и других работах. Он упрекает его в том, что нынешний успех связан лишь с битами. При этом отмечает королей лирики Джей Кула и Кенрика. Они настоящие, а ты всего лишь самопровозглашённый. Да и как ты вообще смеешь открывать рот, если тексты тебе пишут другие, а ты всего-то голос? Разумеется, Дрэк был готов к такому повороту событий, и прямо в день релиза представил свой ответ Даппи Фристайл. На нём он упрекает Канни в том, что он бездарен, и его ученики намного талантливее, чем он сам. И Пушу в очередной раз он обвинил во вранье насчёт криминального прошлого. Ещё забавное сравнение в том, что когда Дрэк был мелким, он купил микрофон Пуша с его автографом. То есть Дрэзи был его фэном. Но теперь надпись стёрлась, как и его писательский талант. То есть он исписался. А также выложил фото чека на 100 кусков зелёных за промо, благодаря которому карьера Пуша обрела вторую жизнь. Все стали восхищаться Дрэком, мол, ну какой молниеносный ответ. Дрэк возвращает, респект улиц и всё прочее, но не тут-то было. Спустя два дня Пуша презентует на Саундклауде трек The Story of I Didden. И такого злобного ответа никто не ожидал. Прям грязи, как любит Птаха. Выбор делать дичь прям совсем лютую, прям грязь-грязь. Либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но не прям совсем. Потому что совсем прям грязь отцем прям. Уже обложка могла ранить чувство темнокожим, так как на ней Дрэк с блэкфейсом. Это шутливое изображение темнокожих белой расой. А так как на Западе почти в любом действии видит расизм, то уже одна блога, сильный удар по репутации. В этой композиции Пуша читает о всех больных темах для Дрэзи. Болезнь его продюсера. Да, это аморально. Но и Дрэк в 16-м году потешался на ткаде. Упоминает его семью, которую бросил отец. Ну и вишенкой на торте стала инфа о якобы скрытом ребенке Дрэка. Матерью которого является порно-актриса Софи Бруссо. И после этого диза поднялась огромная шумиха. И большая часть перешла на сторону Пуша. Хотя имеется инфа от одного из наставников Дрэка, Джей Принца. Якобы тот попросил не выкладывать ответ Пуша. Иначе это бы разрушило карьеры Кани и Пуша, а также семьи артистов. А им этого не нужно. Интересно, знали ли про компромат Уэст и Ти? Был ли он им передан? Либо обри просто. Послушался наставника, остается загадкой. А возможно Дрэк понял, что против Пуша ничего не получается нарыть. И решил потихо съехать. И скорее всего правды мы не узнаем никогда. Потому что ребята взрыли топор войны. И официально. Биф окончен. Ну а на чьей стороне вы в этом конфликте? Пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось видео и было интересно, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Любите рэп и всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok